Твоё от тебя никогда не уйдёт. Поэтому не надо всех убеждать, нужно просто искать тех, которые любят вас, которым вы нравитесь, и с ними работать, и всё. И не заморачиваться. И ещё, знаете, у меня есть ещё немножко времени. Коль, говори, говори. Так, вот, ещё хотела сказать, что такое большие мероприятия, и для чего они нужны, и почему нужно туда возить людей. И если они не возятся туда, нужно возить себя туда. Потому что большое мероприятие, это вот смотрите, давайте резюме небольшое к тому сказанному. Мы на промостойке человеку сказали что-то, он пришёл. Мы ещё что-то сказали, он опять пришёл. Мы ещё больше что-то рассказали и сказали, надо на БМВ. Он поехал, да? Вот это несколько этапов, которые проходит человек. А вот большое мероприятие, это этап принятия решения, по сути. Потому что на этих этапах он может сказать, ну да, я попробую. Ну да, мне тут нравится, я поиграюсь, или ещё что-нибудь. Да, есть, которые серьёзно сразу принимают решение. Но основная масса людей самое серьёзное решение принимает именно на больших мероприятиях. Потому что у нас тоже есть какое-то стадное чувство, да? И мы когда видим, так, здесь я одна была на промостойке, она мне одной рассказывала. Пришла я, тут вовсе я не одна уже, да? Тут уже пару человек вместе со мной. Дальше на этой презентации я смотрю, тут уже вот менеджеры работают, которые, я знаю, что они так же пришли, как и я, да? Вот они уже здесь работают. Он видит, что он не один. А на большом мероприятии, которое делает компания, он видит, какая масса людей. Если они все здесь, то, наверное, что-то здесь есть. И он подчёркивает то, что он на правильном пути. Понимаете? Да. И ещё очень важную вещь хотела сказать, то, что меня сейчас очень успокоит, почему компания Арифель – самая лучшая компания на сегодняшний день. И что она даёт людям, в отличие от других компаний. И ни для кого не секрет, сейчас, наверное, во всех соцсетях вас рекрутируют в любые там ЭЛЭРы, ещё какие-то непонятные вообще, вы знаете, сколько их сейчас появилось? Это кошмар! Мир красоты! Ещё какой-то там, не буду называть, да? Просто, смотрите, есть разные маркетинговые планы, есть разные компании. Компания Арифлейм, маркетинг-план с отделением – это значит, самое, что ни на есть, классический сетевой маркетинг. Это самая лучшая классика. Всякие бинары, всевозможные там… Ну, чем отличается Эйвен от Арифлейм? Многие знают, да, то, что в Эйвене нет многоуровневого маркетинга, да, и им нечего предложить вот то, что мы предлагаем. Основное то, что мы предлагаем, да. Вот. Что такое в бинары всевозможные? Это когда, вот знаете, там, вы придите, заплатите 40 тысяч за мнимый пакет, и компания под вас будет регистрировать людей. Кого? Непонятно. То есть там, то есть, вообще в бинаре никогда не существует долго. И еще один момент. У меня просто женщина одна появилась в компании, ну, в моей организации. Она работает в какой-то компании, где БАДы, и там у них нужно 20 тысяч заплатить, чтобы вступить в их компанию. Вот. Причем компания, компания очень молодая, там, что-то 5 лет даже нет. Вот. Причем название поменяла недавно. То есть вот такие вещи, понимаешь. И они там, я говорю, а вы хоть раз своих знакомых приглашали? Нет, никогда. Мы никогда не работаем с теплым рынком. Мы приглашаем только незнакомых. Причем, понимаете, в чем дело? И Юль, значит, зарегистрировала, она у меня в третьем поколении, эта женщина. И как я с ней познакомилась? Мне, значит, звонит консультант и говорит, Юль, вот я там женщину одну, вот она сделала заказ на 3 тысячи. Вот она, я ее приглашала к тебе навстречу, а она вот сейчас, я ей позвонила, она отменила свой заказ и сказала, что она едет со своей знакомой в электричке в компанию Мир Красоты с 40 тысячами в кармане, чтобы там зарегистрироваться. У меня холодный пот такой, да? Чего ей надо? И я говорю, Валентина Григорьевна, и вы мне говорили, что этой женщине денег не нужно? Почему она тогда туда едет? Объясните мне. Вы говорите, никому не нужны деньги, никто ничего не хочет. Да? Вот. Ну, слава Богу, что потом я с ней встретилась, оказывается, она в последний момент не поехала. А звала ее туда. Минуточку внимания, да? Руководитель ее организации в той сетевой компании, в которой она работает. То есть, это о чем говорит? То, что вот та, которая организовала вот этот бинар, ну, то есть, грубо говоря, да? Она понимает, что она скоро это закроет. И пофигу вообще, что вы там заработаете, не заработаете. Придете, вы уйдете. Она просто бабки срубит, и все. И она уже задумалась, куда бы ей еще эти деньги вложить, в какой бы еще один бинар, чтобы там взять с людей денег, да? И она ей говорит, слушай, ну, что, давай, а то у нас скоро здесь закончится. И она пришла ко мне на встречу, и она вот так об этом говорит. И тут меня, моя начальница, ну, там, мой вышестоящий спонсор пригласил в другую компанию. Я говорю, я просто вот так на стуле сидела, я чуть не упала просто. Я говорю, и вы после этого под ее началом продолжаете работать. А почему? Потому что она, эта руководительница, сделала грамотную такую вещь. Она как-то с кем-то договорилась там, что поток людей направила больных и немощных туда, которым нужна панацея. Ну, есть, лекарства от всех болезней, где они там все рассказывают, что вот вы купите за 20 тысяч, и вы сразу вот все вылечите себе, да? Ну, не бывает. Ну, вы просто как-то здравомыслящие люди все должны понимать, что вылечиться от всех болезней можно только правильным питанием и здоровым образом жизни. Если хотите есть лекарства, вот, пожалуйста, можете платить 20 тысяч, да, там, и так далее. Поэтому я сейчас четко понимаю, там, всевозможные леры и так далее, но нет, я в последнее время заморачивалась еще и этим, что чем отличаемся и как, потому что очень много предложений, и все говорят, вот у нас лучше, у нас еще лучше. Ну, нет, лучше пока, чем Арифлейн, честно. И то, что там предлагается, там, быстрые деньги у нас каждую неделю в Одноклассниках прям вееры, как и из денег. Я тоже могу свою фотку выставить туда, с веером, как я сфотографировалась, когда я первые деньги в Арифлейн получила, 92 тысячи у меня было, да? И я вот так с веером могла выставить свою фотку еще. Я 350 тысяч вакладывала веером. Вот. Я ей. И вы знаете, я еще, чему у них можно научиться? Вот, одна вещь еще очень хорошая. Потому что они вот так вот веером выложили и всем предлагают, да? Когда вы им отвечаете в личку, они вам выкладывают, вот у нас то-то, то-то, и знаете, что они говорят? У нас же, вы же знаете, что такое сетевой маркетинг? У нас сетевой маркетинг. Я говорю, извините, ребята, не надо говорить, что это сетевой маркетинг у вас. Это не сетевой маркетинг. Это реально пирамида. Они даже не рассказывают, какой товар. Они просто говорят, что у нас хороший товар, он стоит столько. Вот. Кому нужен хороший товар? Кому нужен хороший товар? Капсула у нас. Капсула. Капсула здоровья. Что вам нужно делать? Вам нужно каждый месяц покупать эту капсулу. И все. И платить. У нас же сетевой маркетинг. Вы же знаете, это как происходит. И я ей отвечаю. Вы смотрите, я ей отвечаю. Да вы что? А, я ей пишу. Вы вообще не имеете понятия, что такое сетевой маркетинг. Почему вы, пациент, говорили, да? Вообще, ну, что вы там... Ну, что-то я ей такое написала, я уже не помню. Она мне вообще не ответила. Я вообще-то насрала. Ей просто пофиг. Чего я ей там отвечу? Она просит, следующий, 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 следующий. Ей объяснили, что статистика. Обратите внимание, небо нравится. Не тратит время. И свои мягкие. Да. Она не тратит даже ничего. И целевая аудитория. Ленинги. Да, что? А мы. Ооо. Ооо. Может тебе еще вот так, и еще вот так, и еще вот так станцевать, да? Вот. Им пофигу. Они просто лопатят, а они портят рынок. И давайте мы будем лучше давать настоящие возможности людям и обучать их, как правильно работать. И будем говорить, в чем отличие сетевого маркетинга от непонятно чего, да? И нужно нам, понимаете, когда я вот это вижу, множество других компаний, у нас тут автомобильная программа. Ну, что за этим кроется? Вот это вот как раз, про которую я рассказывала, которая в компании с БАДами, так это вообще российско-китайская, причем она отвалилась от какой-то, там, Тиановы, не знаю, чего. Нет, даже не Тиан-Диан. Вот. И они там, она сама честно сказала, Юля, у нас по сути не за продукцией люди приходят, а там программу объявили. Что можно квартиру под два процента для БАДы взять. И они туда бабки несут, вкладывают. Они не продукт там покупают, реально. Там первый взнос за квартиру несут. И она же мне говорит, никто не знает, что будет дальше. В какой момент они закроют эту вина и скажут, до свидания. Понимаете? Поэтому это надо людям говорить, что где нужно работать и почему. И что такое настоящественный маркетинг. Возить их на большие мероприятия, там они точно узнают. Давай диски смотреть. Сергей, Эдуард Васильев диск замечательный. Где он рассказывает, значит, первый диск у него там квадрат денежного потока, да. А второй диск он рассказывает о компании Арифлейн. Почему именно Арифлейн нужно выбрать? Вот это замечательно. Там и звезды в этом ролике и все. То есть Бондарчук там говорит, какой Арифлейн хороший. Да, там все наши актрисы говорят, какой Арифлейн хороший. И, ну, в общем, все, да. Этот ролик надо показывать. Поднимать престиж компании. Если, например, человек говорит какие-то вот говорки, возражения, он знакомый ваш, да. И он не хочет, чтобы там или зарегистрироваться, или покупать Арифлейн. Скорее всего, он не доверяет просто. Нужно дать какой-то диск, который повышает доверие к компании и показывает масштаб компании. Если есть какие-то вопросы, ну, про Волнес-клуб, почему-то я не смогу не сказала. Вот, видимо, у меня сейчас, по поводу Волнес-клубов сказать, у меня сейчас есть Волнес-клуб небольшой. Там, сколько у нас, 7-8 человек. Вот, люди пришли похудеть. И мы проводим занятия, которые помогают людям начать правильно питаться и за счет этого похудеть. Вот. Ну, отмечаем там, сколько он там взвешивается, там, сколько, насколько похудеем делится своими впечатлениями. В основном они делятся, какой замечательный коктейль тоже, как им помогает не голодать, как им помогают витамины. Даже, даже витамины помогают похудеть просто за счет того, чтобы восстанавливаться обмен веществ. Ну, вы вот, скажем так, вот, вы собираете, рассказываете что-то, да? Раз в неделю мы встречаемся. У нас бюджет. Есть Волнес-клуб, у вас 100 рублей занятия. Покупаем на эти деньги воду, которую пьем на занятии. Делаем коктейли, делаем там с фруктами, еще с чем-то, чтобы, ну, то есть вот это все и деньги, и так. Ну, у вас там какие-то физические эти... Нет. Только рассказываете... Ролики смотрим, рассказываем, тему проводим. Это раньше у нас был Волнес-клуб, где у нас было помещение. Сейчас мы просто в офисе это делаем. Отмечаем результаты. Ну, это просто, понимаете, вот, чтобы вот Волнес-клубом работать, это нужно конкретно звать вот... Целевой аудиторией, да? Целевой аудиторией. Надо знать, где найти, тоже мы об этом говорили, да, и откуда... А дальше они там вот приглашают своих знакомых, которые тоже хотят похудеть, например. Ну, что-то зовем-зовем, а приходят так, послушают, попробуют. И что мы это указали, то мы не слушаем. Ну, а мы рассказываем о самом этом? О Волнесе. Мы здесь, потому что здесь не предпринимаем конкретно, просто рассказываем. Смотрите, Волнес-клуб, это надо конкретно заморочиться, целевую аудиторию найти, много там лопатить. Нет, ну, это акресс... Просто немножко другого направления, немножко другого направления. Волнес-клуб там какой-то вести, открывать. Ну, как-то вот приглашаем, но никто вот из тех, кто хочет, да, и все. А у нас есть готовый уже клуб, там, ускоряющийся? Да, поэтому меня не приходит. Сначала ничего нет. У нас сколько темы. Вы знаете, тоже непонятно, кто первый, там, курица или яйцо появился, да? Просто я не собиралась в последний раз вот этот вот Волнес-клуб там какой-то вести, открывать. Мне вообще не собиралась просто, да? Ну, так получилось. Вообще, по сути, Волнес-клуб для того, чтобы люди приходили, тусовались и убеждались в том, что они правильный продукт выбрали. И продолжали его дальше покупать. Вот цель какая. Не просто там попробовал, непонятно как там выпил, да, и результат не получил и перестал употреблять Волнес. Цель Волнес-клуба сделать постоянными, лояльными покупателями Волнес. Вот. Но они лояльны будут, когда у них получатся результаты. Какие они добьются? Кто-то пришел, какой результат получить? Быть здоровым, например, да? И избавиться от изжоги там, да? Кто-то пришел похудеть. А кто-то просто пообщаться. С такими вот женщинами приятными. Вот. Поэтому цели-то разные. И самая основная моя цель, чтобы люди, попробовав Волнес, потом его просто не бросили потреблять, а потреблять дальше. Илии, а можно еще вопрос? Продолжение следует...